Приветствую всех! Сегодня мы с вами смотрим расклад на тему «Ваша задача на сейчас». Расклад будет на одну позицию, поэтому кому нравятся такие расклады, смотрим. Кому нет, ждем следующий, который будет по позициям. А мы с вами сразу давайте приступим. Итак, первый вопрос звучит следующим образом. Ваша задача на сейчас. Какая ваша задача? Войка Пентакли. Аркан влюбленных. И император. Ваша задача на сейчас – определиться. Определиться со своей реальностью в моменте «здесь и сейчас». Здесь речь не идет ни о будущем, ни о прошлом. Речь идет именно о настоящем. О том, чтобы выстроить фундамент, на котором в дальнейшем вы сможете что-то новое выстраивать. Как-то укрепить свои границы, укрепить свои позиции. Определиться, как вы хотите жить в моменте «здесь и сейчас». Еще раз скажу, не когда-то там, в будущем, как в целях, либо не в воспоминаниях прошлого, а именно в моменте «здесь и сейчас». Хочу уточнить, что именно, в чем именно вам нужно здесь определиться. Здесь есть внутри вас какая-то неудовлетворенность. Есть некий такой сценарий, который достаточно болезненный, который останавливает вас от дальнейших действий, от дальнейшего развития. То есть в некоторой степени присутствует разочарование, и из-за этого разочарование, либо недостатка ресурсов, потому что, как-то знаете, руки опустили. Но это связано все вот как раз-таки с вашим каким-то уроком внутренним по пятерке жезлов. Это внутренняя борьба, это внутреннее неудовлетворение. Возможно, неудовлетворение какого-то вашего эмоционального фона. Возможно, есть какие-то мысли, которые вы, не знаю, прокручиваете в своей голове, и они вызывают у вас какую-то боль. Я не могу сказать, что это вопрос самобичевания. Нет, здесь вот какое-то просто неудовлетворение и нежелание. Я не могу сказать, что здесь невозможность, но здесь нежелание выйти из того настроя, в котором вы находитесь сейчас. То есть здесь велика вероятность того, что надо как-то очистить себя, в первую очередь, свой эмоциональный фон от каких-то мыслей, которые вам причиняют боль. Что это за мысли? Ну вот, по поводу движения, да, по поводу, возможно, невозможности как-то достижения чего-то, двигаться вперед. Возможно, это движение связано с некой такой цикличностью, да, что идут вот какие-то повторы-повторы, но по факту они не приводят вас к тому, что вы хотите. То есть здесь ощущение того, что либо необходимо, либо есть желание совершить какой-то прорыв, вырваться. Но вот чтобы вырваться из той, не знаю, ловушки ментальной, которая вас держит, вам нужно по императору как раз-таки четко для себя решить, что я хочу, да, это вот именно решительность в моменте здесь и сейчас. Не то, что я готов получить, а вот именно сейчас, что я хочу иметь в своей жизни, что я готова для этого сделать, как я это могу получить. Здесь вот... Я не знаю, почему мне здесь делают больший акцент на момент сейчас. Возможно, знаете, здесь такое чувство, что нужно разобраться в своей реальности, в том, как вы живете именно в моменте, что не так с этой реальностью, с моментом. Ну вот здесь вот как раз-таки какое-то вот зависшее состояние. Спрашивал уже, с чем оно связано, да. Ну, здесь присутствуют какие-то... Здесь даже не мечты и фантазии, а здесь вопрос опять-таки выбора. То есть несколько карт уже указывают на какой-то выбор. Этот выбор, он как раз-таки приводит вас к четверке кубков. Почему? Потому что вы как будто бы знаете вот то, что предлагается вам на данный момент, вас это не удовлетворяет. Есть какое-то внутреннее ощущение, что где-то есть то, что вам необходимо. Либо еще, возможно, не время иметь. То, что я хочу. То есть то, что предлагается из семи кубков, оно вас не удовлетворяет. Да, оно хорошо. Да, есть какие-то, возможно, отдельные потребности ваши покрывают. Либо какие-то отдельные ваши желания. Но вот так сказать, чтобы в совокупности я нашел... Это знаете, как бывает, там, я не знаю, в отношениях, да, знакомишься с одним человеком, да, с другим, с третьим. Вот у этого хорошо было бы взять, там, я не знаю, терпение, у другого какое-то уважение, у третьего понимание. И вот если соединить это все, тогда это будет вот то, что, допустим, необходимо. Но этого нет в одном человеке. Это вот как будто бы есть в разных. И здесь вот речь идет про это. То есть в этой ситуации есть вот это. А вот в другой ситуации есть что-то другое. Но сказать, что я могу определиться, вот как раз-таки двойка педаклей про это говорит. Они равнозначные. То есть сложно выбрать, потому что и не то, и не другое, в принципе, не цепляет ваше сердце. Потому что когда есть что-то, что вас задело, как говорится, заживое, да, что тронуло ваше сердце, не стоит вопрос выбора. Вы сразу понимаете, что это мое, я это буду делать. Когда мы начинаем в чем-то сомневаться, мы не уверены ни в том, ни в другом. Это потому что и не тот, и не другой по факту не ваш выбор. Вот здесь речь идет об этом. Вам нужно определиться. Хорошо. Что именно вы должны сделать? Вот я и говорила про прорыв. Вот он, аркан колесницы. Вы должны совершить прорыв. Прорыв, связанный с какими-то вашими, может быть, сомнениями, с вашей тревожностью. Где-то, возможно, в чем-то вы себя накручиваете. Здесь на данный момент, почему я говорю именно на данный момент, возможно, я вас как-то словила в таком состоянии, ну, не очень позитивном. Когда здесь даже не про расслабленность, а здесь вот какая-то усталость просто бывает. Особенно, знаете, после рабочего дня, когда устал, уже ничего не хочется делать. Хочется, чтобы тебя оставили в покое. Вот здесь вот примерно то же самое. Только здесь эмоциональное состояние, что по четверке кубков, что по девятке мячей, она как раз таки говорит о накручивании. То есть мне настолько нехорошо сейчас, я как-то вот о чем-то переживаю, тревожусь, беспокоюсь, что вот эти мысли из этого состояния, я как будто бы проецирую, либо создаю свое будущее. То есть мне мое будущее, оно кажется как раз таки вырисовывается в темных каких-то красках. Не в том, что все будет хорошо, плохо, оговорка по Фрейду, все действительно будет хорошо, а именно в том, что вот это вот как будто бы будущее не видится в контексте достижения той цели, либо того желаемого состояния, которое вы хотели бы иметь. То есть такое, знаете, бывает, а я, ничего не получится, да, а я уже ни во что не верю, а уже как-то руки опустились. И вот какой-то вот здесь, мне все-таки хочется сказать, что это какой-то временный такой этап в вашей жизни. Но все же, в чем, во что, в чем, да, во что или в чем вы должны сделать прорыв. Королева Мечей говорит о том, что здесь нужно как-то изменить видение своего будущего. Королева Пендакли. Здесь как будто бы акцент нужно больше делать на то, что вы хотели бы иметь. Даже если вы в это не очень-то верите, здесь как будто бы надо держать ориентиры на то, что имеет для вас значимость, да, и на то, что имеет для вас какую-то ценность. Здесь чувство, что не нужно отказываться от того, что если сейчас, пока вы что-то не имеете, то не нужно огорчаться. Это не факт, что вы в будущем тоже это не получите. Здесь вот как будто, вы знаете, человек какой-то такой разочаровавшийся. И как бы его не подбодряли, как бы не говорили, что будет все хорошо, только дай время, да, либо продолжай делать то, что ты делаешь, и ты получишь результат. Человек как будто бы уже не верит, да, вот здесь именно вот это вот разочарование идет. Хорошо, куда вас ведет вообще ваш путь? Построение чего-то нового. Что это за новое? Пятерка мечей. Пожезл. Ну вот, к чему вас ведет, да? Почему так интересно, карта по наклонной. То есть они даже не наверх и тут, а вниз, то есть ближе к вам. Как будто бы выстраивают некую такую лестницу. К чему вас ведут? Ведут вас к успеху. Ведут вас к удаче, к императрице. К тому, чтобы вы жили той достойной жизнью, которой, не знаю, возможно, мечтали. Возможно, представляли. Жизнь наполнена внутренней гармонией, красоты, уверенностью, мягкостью. Та жизнь, в которой все достаточно структурно, да, император и императрица. То есть все как-то достаточно структурно, понятно. Это та жизнь, которой, возможно, управляете вы. То есть вы ее создаете. Когда внешние факторы на вас как-то не влияют. Либо вы умеете взаимодействовать с внешними факторами и не впускать их, я не знаю, возможно, в ваш мир. Вы к чему идете? К построению новому. Но это новое, оно вам дается достаточно сложно. Да, здесь была пятерка жезлов, здесь пятерка мечей. Пятерка мечей самая такая болезненная. Она как раз таки выпадает под королевой мечей. Болезненная, это болезненный урок. Пятерки всегда нам говорят про уроки. Это болезненный урок, и он связан с вашим мышлением, да, потому что здесь мечи. Здесь идет вот ваше внутреннее какое-то осуждение себя, внутреннее непринятие, неудовлетворение собой. Вот, возможно, как-то, я не знаю, огорчение. Возможно, в каких-то моментах вы сами себя предаете через то, что сами себя обесцениваете. Идя к императрице, после каких-то осуждений самого себя, неудовлетворения самим собой, вы все равно по пажу жезлов начинаете двигаться, да, двигаться вперед, маленький шаг один за раз. Хоть у вас бывает такое ощущение, что вот у меня, возможно, недостаточно знаний, недостаточно опыта, да, что я как-то вот, может быть, не подготовлен еще, но все равно вот эта вот внутренняя какая-то искра, которая загорелась внутри вас, она будет вас вести. Она ведет вас к новым шансам, к новым возможностям, открывает вам новые врата в будущее, и это будущее, оно позитивное. Это будущее, как бы, не то чтобы идеальное, а это то будущее, которое необходимо для вашей души. Знаете, вот как некий такой райский сад, когда ты являешься путником в пустыне, и ты ждешь и ищешь этого оазиса, где бы можно было как-то остановиться, передопнуть от палящего солнца, напиться, возможно, воды. Вот для вас, императрица, в данном случае, для вашей души является неким таким оазисом. Но путь к ней, к этому оазису и к новым, здесь Ту Спиндакли, удачная карта, карта счастья, успеха, открывающая именно новые дороги, новые пути, дающие вам возможности. Аркан успеха, прийти к этому, да, вам как будто бы нужно через то, что вы вытаскиваете себя из болота четверки кубков, из какой-то вот внутренней, с одной стороны, знаете, здесь присутствует неудовлетворение чем-то, а с другой стороны, как будто бы отказ, то есть, а мне это уже не очень-то нужно, потому что много раз пробовал, да, тройка кубков, три кубка, которые стоят впереди, и человек, он как будто бы сфокусирован здесь, смотрите, на том, что он читает книгу. Он не обращает внимания на кубки, которые стоят впереди него, потому что он не продает этому значению. Это не является для него уже интересом, это как будто бы какой-то пройденный этап, и ему необходим новый какой-то шанс, новые возможности. И ощущение того, что эти новые возможности, он как будто бы ищет вне себя, не внутри себя, для того, чтобы как-то переключиться на что-то новое, а вне себя, и даже вообще он как-то и не ждет, я бы так сказала. Есть такое состояние, что как-то все уже утратило какой-то интерес. Четверка кубка всегда нам говорит о низких каких-то вибрациях. Эти вибрации низкие, они связаны с тем, что есть какое-то устаканившееся эмоциональное состояние. В данном случае оно не совсем позитивное, из него нужно выбираться. И вот пятерка мечей и девятка мечей, накручивание себя, они как раз-таки усугубляют вот эту вот четверку кубков. Но невзирая ни на что, Паш Жезлов, он приносит на благие вести о том, что внутренний голос вас все равно будет куда-то вести. Он все равно будет как-то, не знаю, напоминать о себе и говорить о том, что давай, а давай попробуем. То есть всегда здесь такие, знаете, две энергии, они параллельные. Они параллельно идут, и они переплетаются. И такое ощущение, что вот одна без другого не может. То есть вы не можете чисто на позитиве по Бажу Жезлов идти куда-то, стремиться, загореться чем-то постоянно. Вы все равно будете падать, потому что Аркан Влюбленных и Двойка Пентакли говорит о том, что есть вот этот вот, некая такая дуальность присутствует в вашей жизни. И вас все время бросает то в одну сторону, я не хочу сказать, что в крайности, но все равно то в одну сторону, то в другую. Либо вы очень, я не знаю, энергетически заряжены и активны, либо выпадает какой-то спад, когда некое такое апатическое состояние, когда я ничего не хочу. И вот в этом апатическом состоянии, то есть сначала появляется желание что-то новое построить, потом появляется вот это вот апатическое состояние, когда вы начинаете нагнетать обстановку о том, что вот я не знаю, никчемно, не получается у меня, не могу найти, я не знаю, свой какой-то путь, свою какую-то задачу, своего человека. Начинаете себя как-то осуждать, падает самооценка. И вот в этом состоянии очень сложно себя вытаскивать. Но здесь ощущение некой такой повторности, что этот сценарий уже неоднократно был в вашей жизни. Потом происходит что-то, что вы все равно находите в себе силы вытащить из этого состояния и двигаться дальше. Возможно, я не знаю, это может быть этап какого-то отдыха, передышки. Только эта передышка, она какая-то негативная. То есть вместо того, чтобы отдохнуть, отдых это переключение, а с одной деятельности на какую-то другую. Вот это называется отдыхом. А у вас здесь не то, что вы переключаетесь, вы впадаете в некую такую стагнацию, стабильность, что по повешенному, что по четверке кубков, когда я в принципе ничего не делаю. То есть вы не переключаетесь с одной деятельности на другую, а вы полностью зависаете, прекращаете какие-то действия. И это вам и вредит, потому что вы сами себя останавливаете на своем пути. То есть я не вижу, чтобы здесь были какие-то преграды. Хотя давайте посмотрим, есть ли вообще на этом вашем пути какие-то преграды. Сейчас я подвину арканы повыше. Есть ли на вашем пути вообще какие-либо преграды? Только король кубков является преградой. Ваше эмоциональное вот это вот состояние. Почему ваши эмоции так влияют на вас? Аркан умеренности. Потому что таким образом в вашей жизни происходит трансформация. То есть эмоции помогают вам в вашей внутренней трансформации. Аркан умеренности говорит о медленных изменениях внутри нас, когда внутреннее состояние преображает именно внешний мир. То есть если мы что-то хотим поменять, мы меняем изнутри. Не снаружи, а изнутри по аркану умеренности. Здесь есть вот эта двойственность, она присутствует. И здесь как раз таки вот это балансирование между двух крайностей, либо двух противоположностей, либо двух равнозначных каких-то элементов ситуации в вашей жизни. Благодаря этому вы вот этому какому-то раскачиванию вы проходите, ну это ваш путь, путь вашей души. То есть вас как будто бы сначала в одну крайность забрасывает, а потом силы равновесия, они вас для баланса забрасывают в противоположную. И здесь вот, знаете, такое ощущение, я, по-моему, в одном из прошлых раскладов говорила, когда была на одну позицию, я говорила о том, что нужно научиться брать ответственность за свою жизнь, то есть в контексте свободы выбора. То есть если вы не выбираете свою жизнь, вы ее не устраиваете так, как вы хотите. То есть вы не то чтобы борете за нее, а вы не создаете ту реальность, которая вам нужна, тогда вы отдаете все свои силы, необходимые на построение, где этот, вот этой тройки педат или чего-то нового, да, вы отдаете свои силы, и тогда уже судьба, вселенная, не знаю, называйте это как хотите, она начинает вами управлять, да, то есть она вас уже ведет. Здесь вы уже никак не можете скорректировать этот путь, потому что либо вы являетесь главным управителем своей жизни, да, в том числе и аркану императрицы, императора императрицы, человек, который управляет своей жизнью, да, либо вы отдаете это право и свою силу, свою энергию в чужие руки, и тогда кто-то другой за вас несет ответственность и как следствие выбирает для вас путь. Я говорила неоднократно, что не всегда, когда кто-то что-то за нас выбирает, это самое наилучшее для нас. Хорошо, следуете ли вы своему пути или отклонились? Да, шестерка жезлов и аркан перерождения говорит о том, что да, вы следуете своему пути, то есть как бы это ни казалось странным, со всеми возможными отклонениями, вы все равно двигаетесь в правильном направлении, причем сейчас идет некое такое перерождение. С чем оно связано? Аркан силы. Вы как будто бы научаетесь, здесь вот Девятка Мечи тоже про это говорила, про некие страхи, да, когда вы научаетесь... Здесь не про борьбу, здесь не то, что вы боретесь со своими страхами, а вы получаете удовлетворение от того, что вы преодолеваете какие-то трудности, которые останавливали вас из-за каких-то страхов, то есть были какие-то страхи, были какие-то, я не знаю, привычки, возможно, какие-то инстинкты, которые вами управляли. Здесь ощущение того, что вот этот вот аркан перерождения, он и говорит о процессе взросления, то, что вот я говорила здесь по императору, да, как раз, когда вы начинаете управлять своей жизнью. Здесь постепенно идет этот процесс, когда вы берете образы правления своей жизнью в свои руки, и у вас начинает что-то получаться уже. Здесь уже есть первые какие-то достижения по шестерке жезлов, и вы получаете удовольствие от того, что, возможно, какие-то ваши желания реализуются, возможно, ваши амбиции реализуются. То есть здесь благие новости, вы чувствуете себя победителем, триумфатором. Почему? Потому что высвобождаются энергии от... Смотрите, когда есть какие-то трудности, да, в нашей жизни, когда есть какие-то убеждения, на все, абсолютно все в нашей жизни требуется энергия. Помимо базовых каких-то потребностей, да, еда, сон, передвижение, простое общение элементарное, есть еще дополнительная энергия, да, которая выдается каждому человеку на реализацию своих каких-то, я не знаю, желаний, целей, на построение карьеры, то есть на создание, на творчество, да, для того, чтобы мы что-то создавали. Когда у человека очень много убеждений, когда присутствуют разные страхи, когда присутствует влияние социума, я не знаю, неудачная какая-то коммуникация, общение с людьми, сложные какие-то родственные, может быть, связи, трудности, на это все выделяется энергия, для того, чтобы это все поддержать в неком таком балансе. И в конечном итоге, когда мы хотим что-то сделать для себя, у нас не хватает сил к четверке кубков. Почему? Потому что очень много сил тратится на то, что, по сути, не имеет для вас важности и значимости. Там, не знаю, поддержание какого-то своего социального статуса, не знаю, о том, что подумают люди, как себя вести, кучу-кучу разного мусора в нашей голове. И вот на поддержание вот этих всех образов, на поддержание всех этих ролей, вы выделяете энергию. И в конечном итоге вам не хватает вашей собственной вот этой вот энергии на то, чтобы вы хотели. И вот здесь вот что происходит по аркану силы. Аркан силы в этой колоде, идет здесь фрейдовское такое понятие, как эго, суперэго и ид. То есть когда человек стремится как раз-таки к соединению двух противоположностей. С одной стороны, наши инстинкты, которые изображены в виде льва, причем лев – это стихия огня, а огонь – это жизнь, это жизненные наши силы. А с другой стороны, у нас есть Геракл. То есть это вот олицетворение, знаете, человека, который живет на основе своих добродетелей. То есть некого такого идеала. И вот нужно найти золотую середину. Не столько победить свои инстинкты, потому что у них тоже есть свои какие-то задачи, а умение соединить вот эти вот две противоположные силы. Когда вам это удается, то есть, ну, проще говоря, светлую и темную сторону, чтобы так было понятно, наше сознательное, наше бессознательное. В те моменты, либо, скажу иначе, наш ум и наше сердце, когда удается соединить вот эти вот две части, тогда высвобождается какая-то определенная энергия, особенно если были какие-то страхи. Вы эти страхи преодолеваете. Убрали оттуда зажимы, сопротивление, забрали оттуда свою энергию, и она у вас появилась на достижении чего-то другого. И вот в эти моменты вы чувствуете колоссальный прилив энергии по шестерке жезлов. Вы чувствуете удовлетворение. Шестерка жезлов говорит о человеке, который удовлетворен достижением своих каких-то целей, удовлетворен тем путем, которым он уйдет. Это человек, который, возможно, нашел для себя наставника, возможно, сам является наставником для себя, либо для кого-то другого. То есть здесь благие новости о некой такой победе. Причем отрезанная здесь голова, обычно, знаете, отрезанная голова в мифологии идет отсылка к Мендузе Гаргоне. К Мендузе, да, с этими головами змеи. И на самом деле миф этот очень такой интересный. Он будет даже уместен сейчас, говорит о том, что Медуза, она была одной из жрицей богины Афины. Она была очень красивая. И в какой-то момент бог Посейдон, чтобы навредить Афине, решил, значит, как это, постигаться на эту красивую и невинную, и чистую девушку. И после того, как у них произошел контакт, об этом узнала Афина, она изгнала эту девушку, и превратив из очень красивой, она превратила ее в такое вот безобразное чудовище. То есть смысл, смысл этого мифа, точно так же, как и в Аркане влюбленных, здесь чистота, открытость нашей добродетели в темном образе, да, одетой девушки. Это вот как раз-таки наши пороки, наши грехи, наши инстинкты. То есть, по сути, во всех Арканах присутствует вот эта двойственность выбора того, что мне нужно выбрать. И речь здесь идет как раз-таки о том, что ты выбираешь, да, ты выбираешь, ты хочешь остаться, ну, то есть от тебя зависит, каким путем ты пойдешь. Ты останешься чистой, невинной, да, непреклонной, независимо даже от того, что, там, я не знаю, тебя обольщал сам Пойсидон, да, Бог, а не про свой какой-то смертный. То есть ты выбираешь, сказать ему да или нет. Ну, за исключением, если, конечно же, происходит насилие, но в данном случае его не было. В любом случае, да, это наш выбор. И вот во всем этом раскладе, да, вы видите вот эти вот двойственные позиции. Начали с двойки эпидакли, Аркан влюбленных, Аркан силы, Аркан колесницы, тоже говорит о двух силах, двух противоположных силах, Аркан умеренности. Все говорит о двойственности, о том, что вы выбираете. И вот вы сейчас находитесь как раз-таки в этом этапе вашей жизни, да, когда происходит перерождение, когда старое уже здесь начинает гнить. И вот из этой гнили оно превращается в удобрение. То есть когда ты оставляешь прошлое позади уже, да, оно гниет, потому что оно не играет уже для тебя никакой пользы в контексте того, что ты его уже не можешь никак использовать, ты никак не можешь его изменить. Но то, что ты можешь, это сделать какие-то определенные выводы на будущее, да, и использовать в нужном моменте. Что Аркан силы, да, внутренняя сила на основе свободы выбора, свободы воли, внутренняя именно воли. Откуда она появляется? Когда у человека появляется осознанность, Аркан перерождения. Аркан смерти всегда говорит о перерождении в нашем сознании. Вот вы сейчас находитесь на этом этапе, когда ваше сознание, оно перерождается. Вы уже понимаете, что я не хочу быть и жить так, как было раньше, да, я хочу по-новому. И по-новому у вас есть понимание, как по-новому. Вот в этом раскладе есть понимание, как по-новому, как по-новому, по императору и по императрице, когда я являюсь хозяином своей жизни. Я выстраиваю свою собственную систему. Не подчиняюсь какой-то другой системе, а выстраиваю свою. То есть в моей жизни уже не присутствует хаос, а присутствует некая такая определенная система, структура. Я уже, как это, выбираю те правила игры, в которые я буду играть. То есть здесь ощущение человека, который дорос, дозрел до того момента, когда он уже может жить по своим каким-то правилам. Он выстраивает свои правила, он выстраивает свои устой, он уже не идет на поводу своих инстинктов, на поводу своих желаний. Уже им управляет нечто такое более светлое, светлое, хочется сказать. Не в контексте того, что ему кто-то навязал и сказал, что, знаешь, вот есть светлый путь и есть темный, да, выбирай каким путем. Нет, а здесь человек, он изнутри, через, это же ведь ваша задача души. По аркану умеренности, то, что я говорила, очень медленные-медленные преображения, внутренние преображения, в том числе не только эмоционально, аркан умеренности говорит про умение управлять своими эмоциями, а для того, чтобы ими управлять, мы как минимум должны понимать, да, как они рождаются, что является причиной моих эмоций, что предшествовало тому состоянию, в котором я проживаю, какие мысли в данном случае. Аркан королевы мечей как раз-таки про это и говорит, да, что у вас есть понимание, у вас есть уже эта информация, у вас есть знания, как все устроено. И в дальнейшем мы идем как раз-таки и начинаем менять. Смотрите, как чисто случайно же, да, я же выкладываю карты не всегда по порядку, а вот как просто, ну, место есть. Если просмотрим, да, саму выкладку, то мы видим, что как раз-таки перерождение нашего сознания по аркану перерождения, да, альтернатива аркана смерти, она идет как раз-таки под королевой мечей. Причем, смотрите, сначала идет двойственность, да, я не знаю, что выбрать, я не знаю, как определиться. В дальнейшем у нас идет пятерка жезлов. От этого я ощущаю какую-то внутреннюю борьбу, неудовлетворение. Почему я не могу определиться? В дальнейшем мы начинаем как-то получать какую-то информацию по королеве мечей, начинаем ее анализировать, начинаем рассматривать со всех сторон, прокручивать ее, делаем какие-то определенные выводы, видим, что есть некие такие убеждения по пятерке мечей, да, которые заставляют, обращают, я бы так сказала, обращают нашу, и ухудшают нашу жизнь, да, то есть это те негативные мысли, которые постоянно-постоянно роются в нашей голове, и вот от них нужно избавиться. Каким образом? Не то, что мы отказываемся, да, мы не можем избавиться, любое избавление, это в любом случае идет некая такая борьба. Нам не нужно бороться. Аркан умеренности говорит о том, что мы не боремся, мы находимся в золотой середине. То есть мы это принимаем и меняем на что-то другое. Мы не сопротивляемся, потому что на любое действие есть свое противодействие, да. То есть если вы будете от чего-то избавляться, это будет за вас держаться. Если вы что-то давите, на вас будет давить и с другой стороны. Если вы будете прогибать мир, мир вам таким же образом будет отражать борьбой. То есть понимание законов, да, того, как устроен мир, получение дополнительной информации, что-то изучение, ваш собственный опыт, инстинкт, да, интуиция, возможно, все вместе, в совокупности, оно поможет вам переродиться. И вы будете получать удовольствие от того, что, изменив себя изнутри, ваша реальность начинает меняться. В каких-то моментах, да, возможно, ваше поведение уже тоже меняется постепенно, да, вы уже ни с кем не боретесь. Опять-таки, не потому, что понимаете, что у меня там, я не знаю, не хватит сил, я не выиграю в этой схватке, вообще не про это, а про то, что вы понимаете, что любая борьба, она приводит к поражению. А вам не нужно ни с кем бороться, никого не выигрывать, вы хотите быть счастливым, вам нужно быть в этом состоянии. Вы прекращаете с кем-то бороться, если вы ни на кого не давите, то и на вас никто не давит. Если вы не боретесь, то есть с вами никто, как отражение, не будет бороться. Понимание вот этих вот вещей, да, вы начинаете видеть, вы меняете свои действия, и вы видите, что ваша жизнь уже по шестерке жезлов. Постепенно, постепенно начинается, меняется ваша жизнь. Все шестерки по древу жизни, они у нас находятся в сфере Тифери. Тифери – это сфера красоты, равновесия и баланса. То есть когда мы как раз-таки находимся в полном удовлетворении в одном из, да, то есть мы еще не дошли до десятки, но это самое такое первое, некий такой баланс, когда мы начинаем уже получать результаты, и нас все устраивает, нас все удовлетворяет. Не случайно шестерка жезлов говорит о, называется, арканом триумфа, победы. Что именно вы здесь одолели? Какую победу вы одолели? Одолели именно вот этой вот головы, да, медузы. Отрезали голову, условно говоря, врага. Кто является врагом для вас? Не внешний мир, это внутри вас. Это ваш внутренний демон, с которым вы познакомились. В данном случае это демон, да, точно так же, как и аркан льва. Лев на аркане силы. Является как раз-таки девятка мечей. Какие-то страхи ваши, какая-то тревожность, да. Откуда это все появляется? Откуда появляется тревожность? Откуда появляются страхи? От недостатка информации, да. То есть, когда мы боимся чего-то, когда мы что-то не знаем, когда чем-то мы не владеем. Когда вы начинаете постепенно в своей голове понимать, что я волнуюсь, потому что я что-то не знаю, и меня может как минимум успокоить прояснение, ясность в какой-то ситуации, да, либо получение недостающей мне информации, вы постепенно начинаете успокаивать. Вы чувствуете, что вы находитесь в безопасности, потому что вы уже управляетесь ситуацией. Под каким способом, да, благодаря чему вы управляете ситуацией? Не потому что вы ее контролируете, а потому что вы как раз-таки и идете в потоке этой жизни, да, в течение этой жизни. Знания, истинные знания, да, всегда говорят, знания — это свет. Свет — это ясность, свет — это источник. Вот когда вы соединяетесь с источником, когда вы получаете истинные знания, когда все становится светло, ясно, прозрачно, когда вы видите, куда вы идете, на задний план уходит ощущение опасности. Вы расслабляетесь, и если вы расслабляетесь, вы ни с кем не боретесь. А если вы ни с кем не боретесь, то мне здесь только не хватает аркана мира, который бы говорил, что вы находитесь в мире, вы находитесь в мире с самим собой, как следствие в мире с миром, да. Так, давайте последний вопрос. Я просто спрошу, мы посмотрели, следуете ли вы своему пути, отклонились, сейчас идет перерождение. Что родится? Что родится? Родится рыцарь педаклей, родится новый путь, по которому вы будете идти. У вас не будет четкого понимания конечного результата, но вы будете продолжать двигаться, делать то, что вы уже умеете. Плюс ко всему будет желание воплотить, как-то реализовать те идеи, которые у вас будут появляться, возможно, да. То есть здесь появляется некое такое движение. Вот я сказала, аркана мира не хватает, вот я его и вытащила. Это про то, что иногда, когда начинаешь считывать поле, и задаешься вопросом, то есть что идет первично, ты говоришь, либо арканы показывают. Все идет вместе, все настолько сплетено. Вы будете идти вперед, вы идете к единению, к единению самого себя, к миру. Ваш путь идет к тому состоянию, когда вы приходите и находите мир в своей душе. Есть некоторые арканы в некоторых колодах. В этой колоде нет в аркане мира. Здесь есть аркан вселенной. Сейчас я вам его покажу. В принципе, я расклад тоже закончила. Поэтому я хочу вам показать здесь аркан вселенной и рассказать одну такую вещь, которую, если вы слушали курс пимадр, по-моему, если я не ошибаюсь, то там речь идет об этом. Про глаз шивы. Что вообще означает аркан мира? Сейчас, секундочку. Вот. Аркан вселенной это альтернатива аркана мира. Вот если вы посмотрите, это, по-моему, был курс пимадр. Если вы посмотрите на аркан вселенной, он есть вообще, аркан мира в некоторых колодах, то здесь изображено некое такое яйцо. На самом деле, это яйцо, если его перевернуть, оно является как изображение глаза, третий глаз. Здесь танец Шива идет. Шива, божество, которым говорится, когда он закрывает свой глаз, то вселенная сжимается, умирает. Когда он открывает, вселенная рождается. То есть, это некое такое дыхание, танец жизни как раз таки. Но если мы посмотрим с точки зрения метафизики, то как раз таки соединение вот если вы представите, отдельно есть правое полушарие и есть левое полушарие нашего мозга, одно отвечает, как вот везде это, в принципе, во всем раскладе за две силы. Одна сила, условно говоря, это наше сознательное, а другое это наше бессознательное, то есть наш ум и наше сердце. Для того, чтобы мы начали управлять вот здесь по аркану колесницы, для того, чтобы мы начали управлять этими лошадьми, то есть согласно теории Платона о душе, то возничий для того, чтобы он начал управлять лошадьми, одна лошадь является темной, это наше желание, наши инстинкты, а другая лошадь, она белая, по сути, они не стоят в одной упряжке, они вот как будто бы, ну, одна выше, другая ниже. это наши как раз таки благодетели, то же самое, что и в аркане влюбленных, да, наша светлая сторона и наша темная сторона, причем темная сторона, да, она тянет в одну сторону, потому что у нее низменные желания, низкие вибрации, поэтому, по сути, они должны вот так стоять, один над другим, а светлая белая лошадь, она тянет как раз таки вверх, да, это наше стремление к свету, это наше стремление к Творцу, к нашему высшему Я, к нашим благодетелям, и в такой упряжке ехать невозможно, потому что одна лошадь тянет в одну сторону, другая лошадь тянет в другую сторону, для того, чтобы начать управлять этими лошадьми, они должны прийти к союзу, и к союзу они придут, тогда, когда возничий, да, соединит эти две лошади в одну упряжку, вот про это как раз таки и говорит аркан мира, то есть, здесь есть правое полушарие, левое полушарие, когда они соединяются, вот представьте, да, был один круг отдельный, был другой круг, когда они соединяются, получается, да, что вот здесь вот, вот один круг, видите, а здесь другой круг, и когда соединяются не полностью, а до какой-то степени, да, вот эти вот два круга, вот один круг, одно полушарие, и второй круг, второе полушарие, когда соединяются вот эти вот два полушария, у нас получается один полумесяц, второй полумесяц в Аркании Верховной Жрицы, да, три фазы Луны, один полумесяц, второй полумесяц, и здесь в центре получается вот этот вот глаз, вот это вот как раз-таки пространство, это и есть вот этот возничий, да, когда есть согласие нашей души и нашего разума, когда согласие нашего бессознательного и нашего сознательного. Кто изучал Зеланда, говорил как раз-таки про единение, да, когда происходит соединение внутреннего намерения и внешнего, когда начинает материализоваться, начинает материализовываться наше желание. В принципе, об этом говорят абсолютно все описания, когда соединяется одно, одна противоположность с другой противоположностью. Вот в нашем сознании как раз-таки это и происходит, когда одно полушарие соединяется с другим полушариями, они должны соединиться, потому что они работают поочередно, то одно, то другое. Когда происходит соединение, появляется вот эта вот некая такая область, область третьего глаза до открывается третий глаз когда открывается третий глаз открывается как раз таки вот это вот всевозможное пространство возможностей вариантов на реализации то что мы хотим открывается абсолютно иное поле открывается новый уровень на нашем сознании поэтому аркан здесь вселенная аркан мира он как раз и говорит про новые возможности вообще на самом деле если изучать достаточно глубоко таро то в контексте именно самоопознание то мы путь о котором до обычно говорит говорится путь героя можем узнать очень многое интересное о себе вот как раз таки об этом да я говорила в курсе пимандр он теперь есть свободном доступе да кто с ним не знаком можете зайти на главную страницу моего канала в разделе плейлистов есть отдельный плейлист который так и называется трактат пимандр вот нажмете на него там по моему 6 или 7 уроков точно не помню посмотрите там есть одна глава которая называется бог по-моему да ролик бог творец ум что-то такое вот там вот как раз и про это говорится да это тоже самое состояние когда писание говорится когда ты одновременно находишься их пассивности и в активности либо активная пассивность вот это об этом да когда соединяются эти два полушария на самом деле это то в принципе к чему стремятся абсолютно все мистики да это то о чем говорится как в восточных знаний да так и западной оккультные магической системе суть одна чтобы в нас открылись вот эти вот способности даже здесь не про способности а чтобы в нас открылась чтобы стали подобные нашему творцу да мы становимся ему подобными не в образе в теле человека а именно в нашем сознании то есть для того чтобы мы впустили его в свою жизнь и чтобы он полностью мог через нас творить и для этого нужно необходимо определенное состояние вот это вот состояние это как раз таки если я не права в левого полушария и образуется как раз таки вот это вот пространство похожее на глаз на на третий глаз которым я говорила именно поэтому мы видим до глаза бога ра то есть вот в древнем египте да на пирамидах смысл глаза но точно так же мы видим и в древе жизни тоже до верхней треугольник и в нем глаз глаз изображения как символ такого творца потому что не разрешается изображать творца виде в человеческом образе потому что в принципе он не является человек вот такой был сегодня расклад конце он немножечко такой информационно-познавательный вот опять же такого рода расклады когда я делаю о пути о ваших задачах да что мы должны сделать суть заключается не в том чтобы получить какое-то направление ему конкретно следовать дали бы сравнивать правильно я иду либо нет а здесь вопрос именно о том чтобы задуматься задуматься еще раз не в контексте тех того пути которые часто да мы слышим нам говорят что вот надо вот это делать надо туда двигаться никуда вам не надо двигаться ничего мне нужно делать кроме одного слушать себя поэтому когда я говорю вот эту вот информацию она в принципе не имеет важности в контексте куда-то вас направить то есть делай раз делай два сделай три ты получишь да то есть там допустим твое предназначение быть не знаю известным там шеф-поваром нет здесь вообще не про это да мы говорим о пути о пути нашей души куда должна прийти наша душа и здесь понятие конечно же если мы говорим о душе это само по себе философское понятие поэтому я ответ на этот вопрос он будет такой философский чтобы вы понимали куда вы идете а для этого вам нужно слушать себя не навязанные внешние какие-то идеи в плане того что вам нужно стать у вас какие-то способности вы должны там стать лидером вы должны там не знаю родить пяти детей либо там создать семью не об этом речь идет а речь идет о более тонких материях а более высоких материи как к состоянии души и в данном случае весь этот расклад говорит о том что вы сейчас проходите этап созревания когда вы понимаете что я уже дорос до того момента когда я могу управлять своей жизнью когда я могу делать выбор это мое право и этим правом я могу воспользоваться только тогда когда я дорасту до этого момента как говорилось в мифе о тисее когда отец оставил тисее дав напутствие его матери что когда он подрастет и достигнет своего возраста совершеннолетия я оставлю ему подарок в данном случае подарок был меч этот меч он был под камнем вот когда он сможет этот камень передвинуть и взять этот меч тогда пускай он придет ко мне и познакомиться со мной да и мы с ним встретимся вот сама символика того что я дорасту что такое меч принятие решения когда я узнаю информацию когда я достигну вот этой истины когда я готов буду ее принять когда я решусь тогда открывается уже другие пути вот здесь речь идет о том что вы уже доросли до до этого этапа и возможно у кого-то есть уже информация как управлять своей реальностью а кому-то она откроется а кому-то надо самостоятельно начать изучать эти вопросы для того чтобы задуматься кто управляет моей жизнью я либо внешние системы в которой я нахожусь то есть что-то такое навязанное мне вам дается шанс вы уже выросли ваша душа выросла в контексте осознанности то есть вы уже осознаете что нет я я уже не марионетка я я уже могу и у меня есть желание да как минимум что-то сделать по-другому я уже не хочу чтобы мы управляли другие люди либо обстоятельства я хочу самостоятельно создавать эти обстоятельства одно дело когда будет вы я не знаю куда-то влипли в какую-то историю а другое дело когда вы создаете эту историю это совсем другая картина это совсем другое кино здесь появляется абсолютно другой интерес и это другой уровень одно дело когда вы смотрите на мир и все бубнят что жизнь она такая слоя строго страшная стала серая и куда мы все катимся и у вас появляется внутренняя паника все паникует и вы паникуете это влияние внешней системы а другое дело когда вы говорите окей это одна из вероятности одна из реальности я хочу построить свою и вот в этой серой обыденности вы начинаете строить что-то свое как минимум начинаете улыбаться начинаете быть более открытыми более отзывчивыми постоянно твердите себе одну и ту же мандру что мир заботится обо мне что даже если что-то происходит я окрашиваю это как негативное в этом тоже есть что-то из заботы мира обо мне когда вы начинаете менять свое мышление вот в таком русле вы начинаете это замечать то есть то о чем вы думаете вы начинаете больше это замечать если вы слышите вокруг себя вот это вот всю паническую информационную войну вокруг вы входите в четверку кубков ничего не и нету смысла все бессмысленно я не хочу а вы уже другой человек и ваше сознание которое перерождается помогите ему помогите ему взрасти начинайте за ним ухаживать начинайте давать ему одобрить удобрения и удобрения в позитиве по рыцарю жезла в позитивном ключе дайте ему больше радости дальше ему будет дайте ему больше каких-то позитивных переживаний состояний внешние какие-то раздражители да в контексте там есть на позитивных фильмов позитивных людей окружайте себя мотивационные какие-то момент сами себе придумывайте какие-то ритуалы вы же можете создать ту жизнь которой вы хотите так творите и немножечко было как норово учение но вот так просто пошел поток и кто со мной давно знает что я обычно такое в раскладах не делаю но вот сегодня так пошло так пошло значит так надо было я благодарю вас всех за внимание за ваши отзывы за то что вы смотрите остается со мной за ваши благодарности как материальные так и просто вербальный я вам очень признательно прощаюсь с вами до новых раскладов всем пока пока